В самом начале января 1944 года в столичной гостинице Москва органами государственной безопасности был арестован бывший начальник штаба Северо-Кавказского фронта, бывший начальник штаба 64-й армии в период Сталинградского сражения, бывший командир 172-й дивизии, герой обороны Севастополя, генерал-лейтенант Иван Андреевич Ласкин. После расформирования Северо-Кавказского фронта и создания на его базе отдельной приморской армии генерал дожидался в Москве нового назначения. Мы уже говорили в нашем цикле о конфликте Ласкина с начальником особого отдела Северо-Кавказского фронта генерал-майором Белкиным. Белкин потребовал, чтобы начальник штаба наградил его и его особистов орденами, но Ласкин отказался. И тогда особый генерал сказал, ну ты нас еще запомнишь. О своей судьбе Иван Андреевич Ласкин рассказал мне в 1974 году после записи телевизионной программы. Я провожал генерала на Витебский вокзал, он жил тогда в Минске. И на вокзале Иван Андреевич сказал мне, знаешь, после ареста меня избили, предъявили обвинение в недоверии к работе органов государственной безопасности и заточили в отдельную камеру на целых 10 лет. Причем никто из боевых соратников Ивана Андреевича не задавал вопроса, во что с ним случилось, куда делся начальник штаба фронта. А ведь Ласкин это не безымянная ниточка, не безымянный винтик, пропал генерал из советской военной элиты. Но этого вопроса так и не задали ни генерал Иван Петров, ни генерал Петр Шумилов, у которых начальником штаба работал Ласкин. Немногие и многие его боевые товарищи. Очень выдержанные были советские люди. Там же на Витебском вокзале Иван Андреевич Ласкин спросил меня, как ты думаешь, что было самым страшным за эти 10 лет? Не то, что меня избивали, не то, что я не дошел до победы, хотя натерпелся от немцев за первые два года войны. Самым страшным было то, что за эти 10 лет я отстал как человек, сказал генерал, как военный профессионал. За 10 лет мне не дали прочесть ни одной строчки. В 1954 году Иван Андреевич Ласкин был освобожден, реабилитирован. Ему вернули звание генерала-лейтенанта и все награды. Не вернули только 10 лет напрасно отнятых, бездарно прожитых в одиночной камере лет. Иван Андреевич Ласкин Тропические ливни Тропические ливни – одно из стихийных бедствий, непреодолимых для любых даже очень хорошо оснащенных войск. Их последствия испытывали на себе солдаты, которые сражались в Бирме и на островах Тихого океана. Аэродромы превращались в болото. Влажность проникала всюду. От липкой, теплой, грязной воды не было спасения. Все замирало и пряталось в дне тропических ливней, словно объявлялось ливневое перемирие. В первую неделю января в северо-западной Бирме дождей не было, и английское командование силами двух индийских дивизий организовало контратаки против позиций японских войск. Решающего значения эти бои не имели. Союзники всего лишь улучшили конфигурацию своей линии фронта. Главные события в январе проходили на Восточном фронте. Особой активностью отличались четыре советских украинских фронта. Инициатива полностью принадлежала Красной армии. Вермахт уже не мог перебрасывать ударные соединения с участка на участок, потому что в январе одновременно наступали все четыре украинских фронта. Ими командовали битые в начале войны теперь опытные генералы Николай Ватутин, Иван Конев, Родион Малиновский и Федор Толбухин. В первой половине января были освобождены Новоград-Волынский, Белая церковь, Бердичев и Кировоград. Командующий группой армии Юг фельдмаршал Монштейн понимал, что катастрофа на Украине неизбежна, если не эвакуировать далеко выступающий на восток южный фланг. Но Гитлер категорически запретил уход из Никополя и Кривого Рога по экономическим соображениям. Германия вывозила из этого района марганец и железную руду. Вторая половина января обещала Красной Армии обильные военные трофеи на Украину. С 5 по 10 января 2-й Украинский фронт блестяще провел Кировоградскую наступательную операцию. Присутствовали все слагаемые военного искусства. Скрытное сосредоточение, неожиданный главный удар, угроза окружения с флангов. Фронтом командовал генерал армии Иван Степанович Конев. Родился в 1897 году. Участник Первой мировой и гражданской войны. Окончил военную академию имени Фрунзе. Войну начал командующим 19-й армией. Затем в качестве командующего Западным фронтом Конев испытал тяжелейшую неудачу. Его фронт был разгромлен под Вязьбой. Генерал едва не попал под трибунал. В дальнейшем командовал войсками Калининского и Северо-Западного фронтов, где тоже не добивался заметных успехов. Но после битвы на Курской дуге, Иван Степанович Конев стал одним из самых надежных, удачливых и компетентных командующих фронтами. И добился нескольких блестящих побед. Интересно отметить, что оккупация Прибалтики, конечно, очень сильно отличалась от той оккупации, которая была, например, в западных областях РСФСР. Во-первых, немцы не разрушали сложившийся социальный порядок вещей. Они оставили земли в частной собственности у владельцев, была проведена частичная реституция, не преследовалась церковь. И только интеллигенция в Эстонии, Латвии и Литве испытывала определенный дискомфорт от полного удушения возможности для самореализации, потому что, конечно, на восстановление никаких органов гражданского самоуправления немцы в Прибалтики не пошли. Но рядовая часть населения воспринимала немецких оккупантов как меньшее зло по сравнению с советской властью. Наиболее проблематичные отношения у немцев и у немецкой оккупационной администрации складывались силами литовского сопротивления, которое первоначально испытывало страшные иллюзии по поводу намерения германского руководства летом 1941 года. Однако, убедившись в том, что немцы не помышляют о восстановлении независимого литовского государства, руководители фронта литовских активистов во главе с генералом Пунзявичесом и полковником Шкирпой отказались предоставлять литовскую молодежь для службы в германских вооруженных силах. За время Второй мировой войны на территории Литвы было сформировано всего 22 батальона вспомогательной полиции и несколько пограничных частей, в которых служило не более 37 тысяч человек. Однако большая часть литовской молодежи категорически уклонилась от мобилизации в Литовский легион СС в 1943 году, и эта кампания была полностью провалена. В Италии союзные войска натолкнулись на хорошо укрепленную линию обороны противника, мастерски использующего горный характер местности. Радужные надежды, связанные с прорывом к Риму, были развеяны в упорных боях в условиях туманной дождливой погоды. В первой половине января англо-американская авиация имела только три ясных дня, когда она могла действовать в полную силу. Лобовые атаки 8-й британской армии, главным образом бывшими в авангарде польскими батальонами, против ключевого в оборонительной позиции вермахта города Кассино начались 4 января, а затем началась общая наступательная операция против немецкой линии Густава. Проходила она туго. Солдаты и офицеры союзников снизу смотрели на стоявшее на горе громадное аббатство – монастырь Монте-Кассино. Немцы позиции в монастыре не занимали, но среди командования союзников началась острая дискуссия – надо ли разрушить аббатство или нет. Американские и французские генералы выступали против бомбардировок и обстрелов Монте-Кассино, а новозеландцы и англичане стремились его разрушить. Мнение поляков не спрашивали. 29 января статья в газете «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что воздержание от обстрела Монте-Кассино, вокруг которого разведкой обнаружено наличие многочисленных немецких транспортных средств значительно задержало наше продвижение, так как весь находящийся под ним горный склон оборонялся. 11 января в итальянском городе Вероне фашистский трибунал Социальной Республики Сало приговорил к высшей мере наказание пятерых бывших видных деятелей фашистского движения, причастных к свержению Муссолини в июле 43-го года. Дуччо, может быть, и не стал бы расстреливать своих бывших соратников, но на показательной казни за предательство очень настаивал Гитлер и немецкое верховное командование в Италии. К смертной казни был приговорен даже зять Муссолини, бывший министр иностранных дел Италии, граф Галиад Сачиана, несмотря на настойчивые, умоляющие просьбы дочери Дуччи Эды. Но немцы уговорили Муссолини не поступаться принципами, сказав, что казнь собственного зятя только прибавит ему уважения и авторитета. В ночь перед казнью в тюрьме города Вероны граф Чиана читал известного римского стойка Синеку. Чем он мог там утешиться? Может быть, в письмах к Луцилию человек предмет для других священный. Великие люди радуются невзгодам, как храбрые войны, битве. Но на пороге смерти не бывает великих людей. Все равны. 3 января Гитлер после массированного ночного налета на Берлин британских бомбардировщиков вызвал свою ставку редко теперь там бывавшего Германа Геринга. Обвинил рейхсмаршала в бездеятельности и приказал немедленно организовать налеты возмездия на Лондон и города Англии. Люфтваффе нелегко было выполнить этот приказ. Бомбардировочная авиация рейха делилась между Восточным фронтом, Северной Италией и Западом. К тому же усилилась противовоздушная оборона Британских островов. В ночь на 21 января 180 германских самолетов бомбили Лондон, еще 90 – другие английские города. 72 бомбардировщика не вернулись на аэродромы Германии. Учитывая, что люфтваффе давно уже не могли позволить себе таких потерь, налеты возмездия становились для немцев самоубийством. 2 января последняя авиационная бомба упала на Ленинградский Эрмитаж. А 14 января началась долгожданная операция Красной Армии против группы Армии Север. Входившие в нее 16-я и 18-я армии Вермахта, хотя и занимали хорошо укрепленные долговременные позиции, но давно уже не получали пополнений, не имели танковых дивизий. Гитлер уже не думал о взятии Ленинграда, и кроме приказов держаться любой ценой, ничем не мог помочь своим войскам. В середине января 1944 года части Красной Армии начали осуществление операции, которая вошла в историю войны под кодовым обозначением Нева-2. Эта операция ставила целью полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады. 14 января с Рененбаумского плацдарма в направлении на Ропшу перешли в наступление части 2-й ударной армии. На следующий день, 15 января, с Пулковских высот начали развивать свое наступление части 42-й армии. И вот утром 20 января 2-я ударная и 42-я армии встретились в районе Ропши. Но справедливости ради нужно сказать, что еще накануне вечером, 19 января, передовые части этих армий вошли в контакт, в соприкосновение в районе Русско-Высоцкого. Это где-то 8 километров от Красного села. Наступление продолжало развиваться. Стало уже совершенно очевидным, что с блокадой Ленинграда покончено. Она практически полностью снята. Враг был отброшен от стен Ленинграда на расстояние от 60 до 100 километров. Были отбиты у противника МГА, Пушкин, Слуцк, Тосно, Красногвардейск. На очереди были Чудово и Любань. Фельдмаршал Эрвин Ромель 1 января вступил в командование войсками вермахта во Франции. Премьер польского эмигрантского правительства в Лондоне Миколайчик прислал в Москву запрос о восточных границах Польши. В Германии арестован граф Гельмут фон Мольтке. Гестапо обнаружило его связи с советской разведывательной сетью Красная Капелла. Правительство США предупредило Японию об ответственности за обращение с военнопленными. Во Франции маршал Петтен издал вторичный приказ о снятии церковных колоколов и передаче их на заводы Третьего рейха для военных нужд. Генерал Эйзенхауэр поручил своему штабу подготовить план десантной операции, предваряющий открытие Второго фронта в Европе. Один из самых удачливых британских генералов Бернард Монгомери, командующий 8-й английской армией в Италии, в декабре был переведен в метрополию и назначен заместителем главнокомандующего англо-американскими войсками генерала Дуайта Эйзенхаура и фактически командующим английскими войсками, предназначенными для высадки во Франции. В начале 1944 года всех, конечно, волновал вопрос, когда же закончится война в Европе, которая давно уже определила сроки Первой мировой войны. Оптимистически настроенный Монгомери полагал, что уже в октябре 1944 года Германию удастся победить. А Монгомери, между прочим, в английской армии считался одним из самых осторожных и неторопливых генералов. Если он полагал, что война закончится в октябре, то что же можно было думать об американском генерале Джорджи Паттоне, образце быстроты и натиска, который заявил, что уже в июле 1944 года американские войска войдут в Берлин и, конечно же, во главе с самим Джорджем Паттоном. 22 января, после тщетных попыток прорвать линию Густаво в центральной Италии, союзники высадили десант в тылу Вермахта в районе Ансово в 45 километрах южнее Рима. Главнокомандующий немецкими войсками фельдмаршал Кесселинг подтянул к району десантирования танковые дивизии, и на третий день англо-американские войска едва не были сброшены в море. На плацдарме они удержались с помощью корабельной артиллерии и штурмовой авиации. После укрепления и расширения плацдарма линию Густаво немцам через 4 месяца придется оставить. Положение экономическое, социальное в оккупированной Латвии и Эстонии принципиально не отличалось от положения в Литве. Но степень готовности к сотрудничеству с германской оккупационной администрацией в Латаши эстонцы продемонстрировали несопоставимо большую. Всего за годы Второй мировой войны, если, например, литовцы выставили не более 37 тысяч человек в германские вооруженные силы, то эстонцы дали 75 тысяч добровольцев и латыши почти 100 тысяч, что, в общем-то, полностью исчерпывало мобилизационные ресурсы до военных эстонской и латвийской армии. В марте 43-го года началось создание знаменитого латвийского легиона СС, в составе которого к июню 44-го года сражалось уже около 30 тысяч человек. Создателем и генерал-инспектором этого легиона был бывший военный министр Латвии Рудольф Бангерский, бывший офицер русской императорской армии, участник белого движения на востоке России и один из офицеров, приближенных к верховному правителю России, адмиралу Колчаку. Об этом эпизоде биографии Бангерского, который сейчас похоронен в Риге, не любят латыши вспоминать по понятным причинам, ну и русские тоже, естественно, не любят вспоминать. Легион, как эстонский, так и латвийский, отличался достаточно высокими боевыми качествами, по своей стойкости не уступал элитным формированиям СС, сформированных из представителей германских или западноевропейских народов. Это, конечно, была огромная трагедия. Трагедия тем паче известна и тем, что во время Первой мировой войны ни литовцы, ни эстонцы, ни латыши не оказали никакой существенной поддержки войскам кайзера Вильгельма. Вторая половина января на Украине ознаменовалась широкомасштабными операциями советских фронтов. 24 января началась Корсунь-Шевченковская операция 1-го и 2-го украинских фронтов генералов Ватутина и Конева. Через 4 дня войска этих фронтов соединились у звенигородки, образовав крупный котел, в котором были окружены около 80 тысяч немецких солдат. В районе города Черкассы в окружении находилось около 50 тысяч немецких солдат и офицеров. 30 января успешно началась Никопольско-Криворожская наступательная операция 3-го и 4-го украинских фронтов генералов Малиновского и Толбухина. Против одновременного наступления на широком фронте группа армии Юг Вермахта не имела резервов, чтобы предотвращать глубокие прорывы советских войск. Немецкий фронт на Украине затрещал по всем швам. Надо сказать, что наши армии наступали в тяжелейших погодных условиях, зимой, при неожиданных оттепелях, но выручала и техническая оснащенность войск, и возросшее умение командиров и солдат. Солдаты стали опытнее, обученнее, офицеры хитрее, генералы начали мыслить с учетом стратегии современной войны взаимодействия родов войск. Если не забывать о постоянной, слаженной, самоотверженной работе тыла, полностью ориентированного на нужды армии, то понятно, что у Советского Союза появились все слагаемые для победы над Германией. В боях за каждый опорный пункт врага Ленинградские и Волховские фронты медленно отодвигали немецкие позиции, от многострадального города. За первые шесть дней наступления с 14 по 20 января Ленинградский фронт генерала армии Леонида Говорова продвинулся вперед на 25 километров. После освобождения Церского села и Павловска жемчужины русской дворцовой и парковой культуры представляли жуткое зрелище. Волховский фронт генерала армии Кирилла Мерецкого наступал в направлении Великого Новгорода. Ему удалось полностью снять блокаду с Октябрьской железной дороги, и это значило, что между Москвой и Ленинградом скоро откроется железнодорожное сообщение. Работы по восстановлению дороги, правда, предстояло еще много. Вермахт, уходя, разрушал специальными шпалоразрывателями десятки километров железной дороги. 20 января войска 59-й армии после упорных боев на окраине Новгорода освободили город. В нем осталось около трех тысяч жителей. Остальные рассеялись, погибли, сгорели в огне пожарищ. Сброшенные с пьедестала памятника тысячелетию России в грязи лежали бронзовые фигуры. Черная гарь покрывала стены Новгородской Софии. Казалось, что никогда никто уже не сможет восстановить былое великолепие. 16 января в Праге перед германским активом и частью чешской интеллигенции, сотрудничавшей с немцами, с лекции выступил главный идеолог Третьего рейха, рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. Свою лекцию он назвал «Свобода духа», подразумевая под любым духовным движением германский нацистский дух и пугая слушателей варварами, будто бы уже стоявшими на пороге европейского дома. Розенберг объявил Германию центром Европы и главной крепостью на пути большевизации. У мюнхенского модернистского кружка начала 20 века поэта Стефана Георгия рейхсминистр заимствовал мысль о духе антагонисте души и внушал слушателям о необходимости жертвенности, стойкости, пролитии крови во имя европейской культуры и европейских идеалов. И через могилы вперед процитировал Шиллера, министр оккупированных восточных территорий, которые с каждым днем начали заметно уменьшаться в размерах. Немцы оставляли могилы своих солдат, шедших в 41-42 годах к Москве и к Волге, к Ладоге и к Тереку. И через могилы назад, следовало бы сказать, Альфреду Розенбергу. На Тихом океане американский флот и морская пехота начали 29 января десантную операцию по захвату архипелага Маршаловых островов. Сопротивление японских гарнизонов при подавляющем превосходстве американцев длилось недолго, и уже 31 января вооруженные силы США утвердились на Маршаловых островах. Японии в этих боях особенно не хватало поддержки с воздуха. Ее ударная авиация с каждым днем теряла свою быловую силу. 27 января 1944 года в 8 часов вечера по зимнему темное небо Ленинграда озарилось огнями праздничного салюта. Были даны 24 залпа из 324 орудий. Этот салют знаменовал полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады. А почему именно этот день отмечается как дата полного освобождения Ленинграда от гитлеровской блокады? Ответ здесь может быть следующий. Дело все в том, что перед войсками фронтов, которые участвовали в операции по окончательному деблокированию Ленинграда, были поставлены две основные задачи. Во-первых, избавить город от варварских артиллерийских обстрелов. И нужно сразу сказать, что эта проблема, эта задача была решена первой. Последний раз немцы обстреляли Ленинград на рассвете 22 января 1944 года. И последними жертвами этого артналёта стали трое раненых и двое убитых. А вот что касается второй задачи, освобождения Октябрьской железной дороги, то с формальной точки зрения к 27 января она решена ещё полностью не была. Но практически для всех было очевидно, что она благополучно решится буквально через несколько дней. Так оно в конечном счёте и произошло. Именно на этом основании военный совет Ленинградского фронта доложил в Ставку Верховного Главнокомандования об успешном проведении операции по полному снятию блокады Ленинграда. Дворцы Петергофа волею трагической судьбы оказались между немецкими и советскими окопами. Они мешали воевать. Дворцы Петергофа Дворцы Петергофа Дворцы Петергофа Дворцы Петергофа Субтитры создавал DimaTorzok